Основа горного снегохода это мощный двухтактный двигатель. Но со временем этот двигатель работает хуже. И чем больше пробег, тем по ощущениям мощности в нем становится все меньше и меньше. Сегодня мы постараемся найти причину, почему так происходит. И сравним компрессию двух двигателей одинаковых. 850 E-TEC на платформе G4 с пробегом 7000 км и 850 E-TEC на платформе G5 с пробегом 700 км. Итак, у меня есть два снегохода. Один на платформе G4 с пробегом. Давайте посмотрим. 6891 км. Причем в очень жестком режиме. Газ в пол. И второй снегоход G5 на платформе G5 с таким же двигателем. У него пробег 793 км. То есть пробеги на этих снегоходах отличаются практически в 10 раз. Здесь около 7000 км. Здесь около 700 км. И я считаю, что с большим пробегом происходит потеря мощности. Потому что я это чувствую. Я это чувствую на этом снегоходе. Я это чувствовал на других снегоходах, которые ходили у меня по 5-7 тысяч км за один сезон. И когда ты садишься на новый снегоход с пробегом около 1000, после снегохода, у которого пробег 6-7 тысяч, то, конечно, ты чувствуешь свежий мотор. Он более взрывной. Он быстрее раскручивается. У него больше мощности. Хотя, что этот мотор крутит 8000, что этот мотор крутит 8000 одинаково. Но резкость раскрутки, вот эта акселерация, когда мы нажимаем на газ, вот этот отклик на газ, конечно, на свежем моторе сильно лучше. И я считаю, что это связано с потерей компрессии. Но это не точно. И вот этот момент как раз мы сегодня и будем выяснять. И каким образом мы будем это выяснять? Очень просто. Замерим компрессию. Только так мы можем получить какие-то цифры. И я считаю, что оценивать мощность можно только по цифрам. Очень жаль, что сейчас в доступе у меня нет диностенда. Мы бы могли поставить этот мотор на диностенд, снять параметры, посмотреть мощность, момент на различных оборотах. Потом этот мотор и сравнить это все. Вот это был бы самый лучший тест. Но диностенда нет, зато есть компрессометр. И хотя бы сравним компрессию в моторе с пробегом 7000 километров и в моторе с пробегом 700 километров. Давайте начинать. Перемещаем снегоходы в римзону, разбираем и замеряем. Погнали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Итак, первым идет G5. Две свечки выкручены. Очень тяжело их, конечно, выкручивать, но, тем не менее, нагар прекрасный, кирпичный, как и должен быть. Свечи в идеале. Ну, 700 километров пробег, можно сказать, что обкатка только что закончилась. Значит, у нас есть компрессометр. Компрессометр GTC. GTC хороший инструмент. И сейчас мы будем измерять компрессию в этом снегоходе. BRP Skidu Summit 850 E-TEC на платформе G5. И посмотрим, сколько компрессия здесь. Снегоход полностью исправен. Только прошел обкатку. И можно взять эти значения за эталон. Едет он прекрасно. Так, компрессометр подключен. Свечки выкручены. И, собственно, давайте замерим компрессию на свеженьком двигателе. Пока что первый раз, получается, мы замеряем на левом цилиндре со стороны вариатора без открытых дросселей. Замерим с открытыми дросселями и с закрытыми. Пока с закрытыми. Так, ну все. У меня столько силы хватило. 9 с копеечкой. Левый цилиндр с закрытыми дросселями. Сейчас с открытыми попробуем. Это сбрасываем. Держим газ полностью нажатым. Как тяжело-то. Аналогичный результат. 9 килограмм на квадратный сантиметр. Хороший результат. Это свеженький мотор, левый цилиндр. Давайте замерим правый. Так, правый цилиндр со стороны магнета. Мак. Постоянно дергаю, как будто уже уезжать собираюсь. Пока на закрытых дросселях. Раз. Два. Три. Ах. Аналогичный результат. 9,15. Где-то так. Там 6 делений. Получается там 16. 9 и 1, грубо говоря. Давайте с открытыми дросселями. Сбрасываем. Да что ты будешь делать постоянно? Нажимаю. Раз. Два. Три. Четыре. Аналогичный результат. 9 килограмм на квадратный сантиметр. Свеженький мотор. Только обкатку прошел. Поэтому результаты стабильные. И в левом, и в правом цилиндре. 9 килограмм. Суперский результат. Но давайте посмотрим на моторе с пробегом. Как же там обстоят дела. Свечки с G4 сняты. И мне не нравится свеча с левого цилиндра. Это сторона ПТО. Вариатор. Она темнее. То есть здесь смеси образования идет не так хорошо, как на стороне магнета. Ну тоже с этой стороны она черноватая. Конечно не такие идеальные, как на G5. Но все-таки и пробег на них немножко другой. Все готово для измерения компрессии. Пробег около 7 тысяч. Левый цилиндр. ПТО. Сорона вариатора. С закрытыми дросселями. Раз. Два. Три. Четыре. Аналогичный результат. 9,15. 9 и одно деление. Чуть-чуть меньше. Чуть-чуть. Можно сказать, что практически ровно 9. Там чуть-чуть больше. В G5 было одно деление. Ладно. С открытыми дросселями замеряем. Пытаюсь все запустить. Еще раз. А вот с открытыми дросселями чуть больше. Ну не точно одно деление. Чуть меньше одного деления. На G5 все-таки больше. Ладно, замеряем на стороне магнета. Правый цилиндр G4. Мне сейчас нравится, как он работает без вот этой шубы. Прям так мягонько. Как и должен. Так, правый цилиндр готов к измерению компрессии. Сначала с закрытыми дросселями. Раз. Два. Три. Четыре. Аналогичный результат. 9. Чуть больше 9. До первого деления не дотягивает. И давайте с открытыми дросселями. Раз. Два. Три. Четыре. Ну, тут 9 с маленькой копеечкой. Почему с открытыми и с закрытыми дросселями? Бытует мнение, что измерять компрессию нужно, когда дроссели открыты. Что якобы так правильнее. Вот именно для этого я измеряю два раза. С открытым дросселем и с закрытым дросселем. Но на самом деле это все, что так, что так, показывает одинаково. Мы сейчас в этом удостоверились. Заодно на G4 подкинем новые свечки. На тех ездить, конечно, можно, но проще поставить новые и, собственно, забыть про свечи вообще. И что мы можем сказать по результатам замеры компрессии на снегоходе с 7 тысячами пробега и 700 километров пробега. Компрессия одинаковая. То есть, если вы используете хорошее масло, если вы обслуживаете правильно снегоход, то ничего ему не будет. Учитывая то, что я топил этот снегоход G4, летом ездил по воде, утопил его. Он стоял какое-то время в воде с песком. Везде там был песок. Потом мы это все, естественно, вымыли. Но мотор после этого не разбирали, ничего с ним не делали. И я начал кататься. И потом, когда мы вскрыли мотор уже здесь, по-моему, перед Новым годом, мотор был в отличном состоянии. Никаких нареканий к нему нет. И сейчас мотор в хорошем техническом состоянии, но мощности в нем меньше, чем в свежем моторе G5 снегохода. Почему? Для меня это остается загадкой. Потому что компрессия одинаковая, настройки двигателя одинаковые. Вполне возможно, что на G5 уже идет немножко другой двигатель. Точнее, он фактически другой, потому что там другое колено, другой софт, еще какие-то другие детали. И едет он действительно бодрее. Но, когда берешь свежий G4, не обязательно такой, а эксперт, то он едет точно так же бодрее, чем снегоход с пробегом. Что делать с этим? Ответа нет. Вернее, есть ответ, но очень дорогой. Ставить новый шортблок, по факту новый двигатель, тогда снегоход едет значительно бодрее, уже как новый. Но это стоит значительных денег. Разбираемся дальше. Весной этот снегоход поедет на разборку. Имеется ввиду, его не разберут и не продадут. Мы разберем двигатель, посмотрим, что внутри, попробуем заменить поршни, подшипники, там что-нибудь еще поменяем, что не попадает в допуски. И опять же, на следующий сезон будем смотреть, как он поедет лучше, хуже. Потому что с пробегом 4,5 тысячи, когда я привез его осенью сюда, он ехал значительно бодрее. И еще на одном моменте я бы хотел заострить внимание, это непосредственно сам замер компрессии. Я считаю, что на двухтактных двигателях мерить компрессию, ну не то чтобы бессмысленно, но ее можно не делать. Потому что фактически она показывает погоду на Луне. У меня был такой случай. Купил я гидроцикл двухтактный Yamaha XLT 1200, трехцилиндровый, двухтактный, очень классный гидроцикл. Yamaha же не ломается. Так вот, я на нем покатался всего один раз, купил БУ с Америки. И он у меня сломался. Заклинил двигатель. Я притащил его в гараж, замерил компрессию. В одном цилиндре была компрессия 10 атмосфер, в другом 9, в третьем 7. Я могу сейчас ошибаться в цифрах, но примерно такой разброс был. Так вот, когда мы вскрыли двигатель, то там где была компрессия самая большая, там не косил, отваливался кусками цилиндров. Я не знаю откуда там взялась компрессия, но тем не менее. Там где была компрессия 9 атмосфер, это средний цилиндр, там были очень сильные задиры, прямо очень сильные. А там где была самая минимальная компрессия, там цилиндр был практически в порядке. Были задиры, но были минимальные. И после этого я понял, что бессмысленно замерять компрессию. Можно, конечно, ее замерить, но не смотреть абсолютные цифры. Нужно смотреть разброс в цилиндрах. То есть, если у вас в одном цилиндре 9, а в другом 7, тогда есть вопросы. Если у вас по 8 в обоих цилиндрах, то в принципе это все нормально. Потому что давление зависит от температуры, от того, как вы дергаете за стартер. Если сейчас, допустим, подцепить какой-нибудь электростартер и хорошенечко помаслать, то вполне возможно компрессия будет чуть больше. Если сейчас вытащить его на улицу, там минус 20, то компрессия уже будет другая. Либо если нагреть, допустим, здесь будет там плюс 30, то компрессия, соответственно, будет другая. В общем, компрессия зависит от разных параметров и нужно смотреть только разброс в цилиндрах. И данные снегоходы, данные двигатели этому подтверждение. Пробег маленький, пробег большой, компрессия одинаковая. Дергает за стартер один человек, измеряем одним инструментом. Разброс на уровне погрешности измерительного инструмента. Вот такие дела, ставьте палец вверх и обязательно напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok